МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Метелки про запас. Зачем власти Трусковца закупили веников на десятки тысяч гривен? Расскажите о богатстве. В Британии вступил в силу закон об имуществе непонятного происхождения. Кому отчитываться придется? Снегопады, морозы и штормовой ветер. В Украине снова бушует непогода. Циклон движется с запада и пройдет через полстраны. Практически всюду резко похолодает. В некоторых регионах до минус 11. Стихия уже оставила без света около 400 населенных пунктов в семи областях. Больше всего пострадали Львовская, Закарпатская и Ривнанская. Продолжат наши корреспонденты. Из-за сильных снегопадов в горах Закарпатской области на дорогах образовались огромные пробки. Спасателям пришлось вытаскивать грузовики из сугробов. Пока в горах шел снег, низины заливал дождь. Уровень воды в реках поднялся на 3 метра. В некоторых местах они вышли из берегов. Подтоплены десятки домов и более тысячи гектаров полей. Во Львовской области за сутки выпала почти месячная норма осадков. Без электричества остались 330 населенных пунктов. А на границе с Закарпатской областью ночью образовался настоящий транспортный коллапс. Крупногабаритную технику эвакуировали три бригады спасателей. Было сделано эвакуацию и буксирование 48-й одиниц великовонтажных автотранспортных засобов. Также сделалася координация мобильной оперативной группы и главного управления всех сил и засобов и служб, которые были сделаны для проведения рятувальной операции. В Ривненской области снегопад начался еще накануне вечером и за ночь успел натворить немало беды. Поваленные деревья, оборванные линии электропередач, автомобили в кюветах. Рятувальниками, спільно с працівниками патрульной полиції та дорожними службами было надано допомогу 63 громадянам. Было вытягнуто с кюветів або відбуксировано 29 одиниц автотранспортной техники, серед яких 24 вантажівки, 4 легковика та один микроавтобус. Последствия постепенно ликвидируют. В Ривне дорожники сутки работали практически без остановки. Для расчистки улиц от снега задействовали все службы. Без електричества в области остались более 70 населенных пунктов. До конца суток энергетики надеются возобновить электроснабжение. По утверждению синоптиков, непогода вызвана итальянским циклоном. Он пронесется над Украиной, заденет западные, центральные и северные области и до среды должен покинуть страну. Марина Коваль, Галина Якушко, Николай Васильюк. Подробности телеканал Интер. Против наведения порядка силой митинговали в столице. Несколько десятков человек вышли на контрактовую площадь. Им не нравятся национальные дружины. Эта организация в начале недели приняла присягу в центре столицы. Главная цель – следить за порядком. Правда, пока что ее участники почти ежедневно попадают в скандалы. Все мы боремся и будем до последнего бороться, пока не будет порядок в нашей стране. Но не все украинцы с подобными методами наведения порядка согласны. На контрактовой площади столицы несколько десятков человек выступили против деятельности национальных дружин. Среди митингующих – студенты. По их мнению, подобные организации только ограничивают свободу. А контроль правопорядка – прерогатива полиции. Сами дружинники, похоже, думают иначе. Своей основной задачей считают борьбу с незаконными стройками. Вчера в одном из спальных районов столицы около 30 человек в униформе пытались снести забор вокруг стройки электроподстанции. Хотя разрешение на сооружение объекта есть. И застройщик реализирует проект совместно со столичной мэрией. Нас дружинники пытались убрать забор до приезда полиции. Но не успели. На место приехали патрульные и спецназ. Обошлось без столкновений. В отличие от центра столицы. Там несколько человек в черном напали на молодых людей возле стелы незалежности. Свидетели услышали даже два выстрела. Итог – разбитые лица пострадавших и ни одного задержанного. Подобные случаи не редкость. Только на этой неделе активисты национальных дружин конфликтовали и с гражданами, и с полицией. Дружинники не скрывают. Для так называемого наведения порядка могут применить силу. Служить идеям и народу Украины активисты присягнули на Майдане незалежности. В присутствии той же полиции. Цена газа для населения с апреля может увеличиться. Этого требует Международный валютный фонд. И очередное повышение уже заложено в новом финплане «Нафтогаза». Такое заявление сделал лидер радикальной партии. Олег Лешко обратился к властям с требованием не поднимать цену на газ и не брать больше кредитов. А изменить экономическую политику в интересах национального производителя. Украина поднялась в рейтинге экономической политики. Экономической свободы, но тем не менее ее показатели самые низкие в Европе. Об этом сообщает американский аналитический центр Heritage Foundation. По итогам прошлого года Украина улучшила позиции по 8 из 12 показателей. В частности улучшилась ситуация с инвестициями. В то же время Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в Европе. А ее средний балл ниже аналогичных мировых показателей. Авторы рейтинга также отмечают коррумпированность судебной системы в Украине. На передовой двое раненых боевики с начала суток три раза нарушали режим тишины возле Каменки, Водянова и Зайцева. Впрочем, после 10 утра обстрелы прекратились. Тем временем в недавно освобожденных селах налаживается инфраструктура. Там восстанавливают линии электропередач, прокладывают дороги и открывают медпункты. Больше расскажет наш военкор Игорь Левенок. Раз, а то и два раза в неделю фельдшер Анна Алендаренко принимает пациентов в селе Травневом. Иногда ее подвозят военные, но чаще всего приходится идти пешком. Из соседнего поселка Новолуганского, который расположен в пяти километрах отсюда. Они мне все как родные. Куда же я их брошу? Я вам прихожу в каждый двор, они только не бросают. В декабре контроль над селом установили украинские военные. Здесь пока не работает магазин, но уже появилось электричество. И главное, заработал ФАП. Прилеты были, попадания в стекла. Но обещали нам, председатель сказал, что 6 числа они сюда приедут и будут заниматься окнами ФАПа. Замеры сделают и все остальное. Все по плану, все население привито, по графику все нормально, детки получают. Анна обслуживает почти 200 человек, жителей Травневого и соседнего хутора Гладосова. Выдает таблетки и выписывает рецепты. Давление 150 на 80. Повышенное давление. Ты не пьешь, ты не принимаешь? Я ничего, у меня все время пониженная. Военные рассказывают, что иногда сюда приезжают и врачи из волонтерской миссии. Но они не решаются зайти в каждый дом. В Травневом есть улицы, которые постоянно простреливают боевики. Они знают, куда можно идти, куда нельзя идти. Поэтому лишний раз никто рисковать своей жизнью не хочет. Даже если просто дали очередь с того же ПК в наше направление, никто не даст гарантию, пуля, убойная сила сохраняется до 3 километров. В селе остались в основном старики, но есть две семьи с маленькими детьми. Живут далеко от ФАПа, к ним фельдшер приходит на дом и каждый раз рискует жизнью. А что делать? Народу нужна помощь оказывать. Кого интересует страх? А им не страшно здесь жить? Егорке скоро исполнится годик. Малыш заболел. Есть подозрения на ангину. А ну открою, а ну пореви еще. А ну пореви еще. Вот заодно посмотрю. Ага, ага, ага. О, все ясно. Нужны лекарства, но купить их не так просто. Ближайшая аптека в Новолуганском. Асфальтную дорогу к селу контролируют боевики. Рейсового сообщения нет. На Новолуганку, ну только этим самым рабочим автобусом. Выехать не на чем. Армейцы же утверждают, альтернативная дорога к Травневому скоро будет. Пусть не асфальтированная, но автомобили по ней ездить смогут. Тоди, коли ця дорога, ці роботы будут закінчены, відсыпется повністю дорога, два раза на тиждень буде ходити рейсовое сполучення. Люди зможуть виїжджати в Бахмут, в Новолуганскі, вирішити свої нагальні потреби. Гравия досыпать осталось полтора кілометра. Ігор Левінок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробності – телеканал «Интер». Масад хочет убить президента Сирії. С такой сенсационной новостью вышла арабская пресса. Насколько правдива? И, может быть, эта информация проверял Сергей Ослендер. Итак, цель номер один для Масада – Башар Асад. Так, во всяком случае, утверждает влиятельная кувейтская газета «Аль-Джереда». Она опубликовала материал, в котором говорится, что израильская разведка планирует ликвидировать сирийского президента. В отместку за то, что он отдал приказ обстрелять ракетами израильский аэропорт «Бен-Гурион». Собственно, самой атаки, конечно, не было. В Сирии, наверное, прекрасно понимают ее возможные последствия. Но сам факт этого приказа привел Иерусалим в ярость. Существует довольно популярная городская легенда. Не исключено, кстати, что это правда. О некоем секретном списке на ликвидацию, который хранится в сейфе главы Масада. Так вот, по утверждениям Аль-Джереды, фамилия Асад в этом списке стоит первая. Опять же, история израильской разведки, которая все время занимается подобными ликвидациями, тоже наводит на определенные мысли. Вместо того, чтобы отправлять армию на войну каждые две недели, Израиль использует свои разведывательные возможности для очень точных и точечных операций. В израильском руководстве преобладает точка зрения, что проще разрушить какой-то конкретный объект, уничтожить определенного террориста или лидера. И это спасет нас от большой войны. Впрочем, войн маленьких в Израиле тоже хватает. Вот буквально накануне из сектора газа по территории еврейского государства были выпущены несколько ракет. Армия тотчас отреагировала мощными ударами по анклаву. Кроме того, выяснилось, что Израиль, оказывается, уже около двух лет участвует в войне на Синайском полуострове. Египет там ведет боевые действия против отрядов исламистов, связанных с ИГИЛ. Причем Иерусалим, как выяснилось, делает это с разрешения Каира. Египетская армия, очевидно, не справляется с этой задачей. А Израиль заинтересован в том, чтобы со стороны Синая не было угрозы его границам. Поэтому ВВС постоянно наносит удары по позициям и базам боевиков. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. В Ужгороде забросали коктейлями Молотова центр закарпатских венгров. Бутылки попали в окно. Обгорел фасад здания, разбито стекло. Никто не пострадал, сотрудников в момент нападения в офисе не было. Руководитель организации Вальсилий Бринзович назвал случившейся провокацией. Он надеется, что это не повлияет на украинско-венгерские отношения. В свою очередь, глава украинского МИДа Павел Климпин в Твиттере прокомментировал нападение, цитирую, «Какими бы ни были эмоции, но коктейли Молотова – это позорный путь». Тем временем, МИД в Венгрии требует от украинских властей гарантировать безопасность закарпатским венграм. В Черкассах не хватает карет скорой помощи. Из необходимых 28 машин в наличии только 18. Да и те уже не выдерживают нагрузок. Медики неоднократно просили чиновников обратить внимание на эту проблему, но возникла коллизия. Станция хоть и обслуживает город, но уже четвертый год как перешла в подчинение области. Так кто же поможет медикам, выясняли наши корреспонденты. 83 года женщина, болит сердце, трудно дышать. Такие вызовы диспетчеры Черкасской станции скорой помощи принимают каждые сутки около 300. А в период пика заболеваемости у РВИ количество выездов доходит и до полутысячи. Шутку работники неотложки даже называют себя спринтерами. Но если у людей между сменами есть возможность передохнуть, то техника работает беспрерывно. После каждого выезда Василий обязательно осматривает свой автомобиль. Машина хоть и новая, но пробег дает о себе знать. 163 тысячи за два года. Расклад такой, человек отдыхает, автомобиль не отдыхает. Сели и поехали, сели и поехали. Из необходимых 28 коррек скорой помощи в городе работает только 18. Да и те едва не через день становятся на ремонт. То, что машин не хватает, это полбеды, говорит руководитель. Помещение станции осыпается буквально на глазах. Ну, что видно же. Ну, вот в таких умолках. Проходится бригадам, чекать вытолк. Ну, хороший, классный, евроремонт. Четыре года назад черкасская станция скорой помощи перешла в подчинение областного центра экстренной медпомощи. Но только люди и техника. Старое помещение медики до сих пор арендуют у города. За 15 тысяч гривен в год. Руководитель центра уверяет, не раз просили город на условиях софинансирования с областью обновить автопарк станции. И сделать ремонт, ведь работают преимущественно с горожанами. В прошлом году черкассы выделили 400 тысяч гривен на замену окон и водопровода. Я не могу сказать справедливо или нет. С точки зрения розума – нет. С точки зрения бюджета – возможно. На этой неделе городские власти услышали медиков. На очередной сессии горсовета депутаты почти единогласно проголосовали за выделение денег на ремонт помещений станции и закупку карет скорой помощи. Воно разгадается в каждой комиссии, выносится на сессию. И тогда можно четко сказать – купуем 2 машины, купуем 4 машины. Впрочем, на той же сессии депутаты проголосовали и за обращение к Верховной Раде. Особо распуске горсовета. И возможно, что утверждать смету черкасской станции скорой помощи будет в скором времени некому. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканала Интер. Черкассы. Сколько веников нужно, чтобы поддерживать чистоту в городе? В небольшом трусковце во Львовской области подсчитали, что для уборки их необходимо тысячи. И закупили веников тоже на тысячи гривен. Галина Якушко проверила, поскольку метел выдали каждому дворнику. Березовый веник – вещь в хозяйстве нужная. И можно подметать дворы, тротуары и дороги. А вот трусковецким чиновникам эта вещь, похоже, нужнее всех. Их там закупили 5000 штук. По счетам чиновникам этого количества должно хватить на год. То есть ежедневно трусковецким дворникам в течение года будут выдавать 14 штук нового инвентаря. Сколько дворников метут такими вениками улицы города? В поисках едем в трусковец. Проходит 5 минут, и на одной из улиц мы встречаем дворника Володю. Он работает месяц, и за это время получил уже второй веник. Говорит, они действительно быстро изнашиваются. На соседней улице убирает отец Володи Олег. На этом посту он уже пятый год. Ему выдали веник несколько недель назад, подсчитывает. Чтобы качественно убирать улицы, ему нужно 15 веников в месяц. А вы знаете, что вам зараз закупили на тот год 5 тысяч веников? То много или мало? На весь год 21 человек. 20 человек, хай будет, грубо говоря, 15 метут в месяц. То есть сколько? 300. Так? 300 на 12. Совершенность хватает. Еще и должен быть запас. Как больше метут, я уверен, что легче. Я не буду экономить ее. Сколько веников в месяц будут выдавать местным дворникам? И где намерены хранить 5 тысяч единиц инвентаря? С этими вопросами идем к директору коммунального предприятия, которое занимается закупками. Здесь нам не рады. Войдите, будь ласка. Войдите, будь ласка. Войдите, будь ласка. Звучки с коридора. Понимаете? А что вы мою журналистку закрыли? Телефонуйте, директор. По телефону директор коммунального предприятия с нами общаться так же не захотел. По вениках все ясно, что там буду вам прояснить. С этим же вопросом отправляемся к мэру. Такое количество веников вызывает у него удивление. Действия подчиненных объясняет по-своему. Сами же дворники с нетерпением ждут обновления инвентаря. В Трусковецком горсовете так же говорят. Менять березовые веники на новые, пластиковые в ближайший год не собираются. Этими, мол, убирать экологичнее. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область. Откуда деньги? В Великобритании иностранных толстосумов обязали объяснить происхождение своих богатств. Лондон всегда считался одним из самых привлекательных городов для отмывания денег и роскошной жизни. Что теперь изменится, разбиралась Светлана Чернецкая. Фэшенебельные пентхаузы в центре Лондона. Машины, инкрустированные бриллиантами. Лондон как магнит для богачей со всего мира. Но теперь за роскошную жизнь здесь придется отчитываться. В силу вступил новый закон об имуществе непонятного происхождения. Благодаря ему британские правоохранители смогут заморозить сомнительные активы на сумму свыше 50 тысяч фунтов. Это касается тех иностранцев, в отношении которых появятся хоть малейшие подозрения в коррупции. Будь то местный наркодилер или зарубежный олигарх. Если человек является депутатом в другой стране, не получает большую зарплату, но вдруг покупает роскошный дом в центре Лондона, который оценивают в миллионы, и он не может объяснить, чем заплатил за него, мы заморозим этот актив, избавимся от него. А вырученную сумму пустим на финансирование наших правоохранительных органов. И процесс уже запущен. В правительстве определили первых счастливчиков, которых будут проверять. Конечно же, никаких фамилий не называют. Но и не скрывают, прежде всего это касается русских олигархов. В этой связи вспоминает раскрытую три года назад схему, названную российская стиралка, когда через подставные фирмы, которые в основном базировались в Британии, отмыли свыше 20 миллиардов долларов из России. Конечно же, украинские богачи тоже оказались под пристальным вниманием. В Международной организации по борьбе с коррупцией и Transparency International подсчитали, что в Соединенном Королевстве сомнительного имущества примерно на 4,5 миллиарда. Так что работы британцам предстоит немало. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В шаге от коалиции немецкие политики приступили к решающему раунду переговоров. Что обсуждают и появится ли наконец в Германии новое правительство, знает Татьяна Лагунова. Коалиционный уикенд немецкие политики и нынешние выходные провели за столом переговоров. Это уже решающий раунд, который, если ничего не сорвется, должен завершиться созданием правящего союза, так называемой большой коалиции из христианских демократов и эздеков. Воскресные переговоры начались с опозданием. Вход в штаб-квартиру социал-демократической партии заблокировали активисты Greenpeace. Они установили цифры 2020 из ледяных блоков, чтобы напомнить Ангеле Меркель о ее предвыборных обещаниях. Ангела Меркель обещала до 2020 года сократить выбросы в атмосферу углекислого газа на 40%. А накануне в ходе коалиционных переговоров отказалась от этого обещания. Мы против. Климат, коалицанты, впрочем, обсуждать не планировали. В повестке дня две главные темы – медицина и трудоустройство. Социал-демократы хотят прописать в коалиционном договоре одинаковую оплату для врачей, которые обслуживают пациентов с государственной и частной страховкой. Чтобы медики не выбирали в первую очередь частников, за лечение которых страховые кассы платят больше. И запретить работодателям ограничивать трудовые контракты временными рамками. Христианские демократы против. В начале коалиционных переговоров я сказал, что мы хотим воплотить в жизнь как можно больше принципов социал-демократии. Повторю это и сегодня. Сегодня мы приступаем к решающему раунду. Сколько он продлится, я не могу сказать. Еще есть много важных пунктов, которые нужно согласовать. В лучшем случае завершатся переговоры поздней ночью. В худшем продлятся еще несколько дней. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Задержанных за попытку поджечь храм Десятинного монастыря в центре столицы готовы взять на поруки священнослужителей. В понедельник, 5 февраля, в апелляционном суде Киева будут рассматривать дело поджигателей. Представители УПЦ будут ходатайствовать об освобождении нападавших. Десятинном монастыре готовы ответить на заявление о якобы незаконном возведении храма. Напомню, вчера группа радикалов снова требовала его снести. Во время молебна произошел ряд потасовок. Мы приняли решение поступить по-христиански, с милосердием, чтобы людей отпустили. Официально подадим соответствующие документы, соответствующие органы. Взять их на поруки. Спасти от спасателей. В Кмельницкой области волонтеры обнаружили частный зоопарк. В нем содержат краснокнижных медведей в ужасающих условиях. Владелец уверяет, что раньше животным было еще хуже, и он буквально спас их от смерти. Но активисты уверены, мотивы у него совсем другие. Какие выясняли наши корреспонденты. Медведица Даша еще год назад выступала на арене передвижного цирка. Когда содержать ее стало проблематично, дрессировщик отдал зверя в частный зооуголок. С тех пор медведица живет здесь. Но клетка настолько мала, что зверь может только стоять или лежать. Владельцы зооуголка утверждают, что прежде животным жилось еще хуже. Где раньше все были, когда мы за свою зарплату, за пенсию тянем это все? Где раньше все были? Никому не надо. А когда сын стал спасать всем, то все появились. Мы же не забрали их из природы. Мы забираем у людей, которые издеваются над ними. Сергей Полюхин в зооуголке за главного. Он согласен, что животных содержат далеко не в лучших условиях. Но считает, что это не главное. Все, кто получает хуже животных, они несут ответственность за безопасность для людей. Потом уже идет утримание. Потому что если тварину посадить в маленькую, я бы мог сделать с дерева или с маленьких проточков. Но не дай бог, тварина вырвется на волю. Впрочем, о безопасности в этом зоопарке говорить сложно. Двойных защитных решеток нет, зайти на территорию также не составляет труда. Волонтеры подозревают, что животными здесь просто торгуют. Левиняк, он нам хотел отдать просто Левиняк. А потом? Когда мы приехали, он сказал, что он кому-то там их продает за 3 тысячи долларов одного. Помогал нам купить медведя также. За 10 тысяч гривен одного. Чтобы мы могли их перевести в лучшие условиями в реабилитационный центр Ценовир. Жалобу волонтеры направили в экоинспекцию области. После проверки там подтвердили, условия, в которых содержат бурых медведей, не соответствуют требованиям закона. Площа отримания на одного ведмедя должна быть не меньше, чем 30 квадратных метров вольер. С высотой не меньше 3 метров, с протечной водой, с защитной спорудой от дождя и снега. Чего мы не увидели в данном месте. Госэкоинспекция составила 4 протокола о нарушениях. Субъектам господарювания не наданы документы, которые подтверждают законность набута этих дикых тварин. Это первое вопрос. Это фундаментальное вопрос, от которого все другие вопросы походят. Другое вопрос – это не соответствующие условия удержания дикых тварин. Они все судовые, поэтому нам эти протоколы спрямованы к суду. Уже в ближайшее время Хмельницкий горсуд решит дальнейшую судьбу дикых животных. А полиция уже начала проверку хоздеятельности зоуголка. Александр Просяник, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности – телеканал Интер Хмельницкая область. Какие голливудские тайны раскрыла Ума Турман? В какой стране сантехник зарабатывает больше, чем премьер-министр? И как среди финалистов конкурса красоты оказался парень? Об этом и не только в нашем обзоре. Жизнь на краю Аляски глазами белых медведей. Биологи из Калифорнии опубликовали видео с результатами трехлетней слежки за этими животными. В 2014 году воротники с камерами надели десяти медведям. Ученым было интересно, как хищники выживают на льдах Арктики. Добывают себе пищу в непростых погодных условиях. По словам биологов, исследования помогут изучить влияние климатических изменений в Арктике. Дело Вайнштейна не утихает. Актриса Ума Турман обвинила скандального продюсера в домогательствах. По словам звезды, Вайнштейн пытался изнасиловать ее в лондонском отеле еще в 1994-м. Тогда же вышел фильм «Криминальное чтиво», который принес актрисе славу. Над картиной работали продюсер Вайнштейн и режиссер Квентин Тарантино. Как и над следующим триумфом Умы Турман убить Билла. В аварии, которая произошла на съемках этого фильма, актриса обвинила Тарантино. И впервые опубликовала видео. Режиссер якобы заставил актрису ехать без каскадера на неисправном автомобиле. Грандиозный карнавал начался в Боливии. В город Оруру на праздник приехали более 6 тысяч музыкантов. Они сопровождали костюмированный парад, в котором приняли участие 25 тысяч танцоров. Все они исполняли народные танцы. Действо длилось около 20 часов. На высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Карнавал появился еще в доколумбовскую эпоху. Ему около 2000 лет. Как зарабатывать больше, чем премьер, знает лондонский сантехник Стивен Фрай. В месяц он получает 17,5 тысяч фунтов стерлингов. Имеет недвижимость в элитном районе британской столицы и проводит отпуск на Мальдивах. Только вот отдыхать получается нечасто. Пять дней в неделю мастер круглосуточно на работе. Выезжает на экстренные вызовы и днем, и ночью. Говорит, держится на кофейне и энергетиках. Внешность обманчива. На конкурс красоты среди девушек в Казахстане в финал прошел парень. Пол менять не пришлось, ведь отбор проходил онлайн. 22-летний житель Алма-Аты отправил свои фотографии на конкурс, поспорив с друзьями. Хотел доказать, что из-за макияжа девушки становятся безликими. Поэтому решил пропагандировать естественную красоту и харизму. Когда парень признался, с конкурса его сняли. Но многие жители Казахстана с пониманием отнеслись к такому поступку. Главного мышелово-соединенного королевства уличили в безделии. В службе по борьбе с вредителями пришлось 40 раз за год выезжать в резиденцию правительства на Даунинг-стрит, потому что кот Ларри лентяйничал. Эксперты подсчитали, за год безответственный служащий упустил 29 грызунов. В прошлом году Ларри угрожали увольнением, но дали шанс исправиться. Конкурс красоты среди четвероногих в Сингапуре выбирали лучший собачий костюм. Хозяева не просто наряжали песиков, но и сооружали для них красочные повозки. Хвостатые позировали, как настоящие модели. Так в Сингапуре готовятся к китайскому или же лунному Новому году, символом которого является собака. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова